Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные блинчики с творогом. Чтобы налистники получились особенно нежными, блинчики выпекаем без муки. Приятного просмотра! Разбиваем в миску 5 яиц, добавляем пол чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара, размешиваем до однородного состояния, добавляем 5 столовых ложек картофельного крахмала и снова хорошо перемешиваем. Не прекращая мешать, вливаем 500 мл молока и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Тесто получается очень жидким, так и должно быть. Даем ему постоять 15 минут. В это время готовим начинку. 50 граммов изюма заливаем крутым кипятком на 5 минут. Затем отцеживаем через сито и просушиваем бумажными полотенцами. Дальше высыпаем в миску 500 граммов творога, добавляем к нему 3 столовых ложки сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1 яйцо, разминаем все вилкой до однородности массы, подсыпаем пропаренный изюм и хорошо перемешиваем. Начинка готова. Переходим к выпеканию блинов. Тесто хорошо размешиваем, чтобы поднять со дна осевший крахмал. Так будем делать перед каждым блинчиком. Сковороду нагреваем на сильном огне, смазываем ее подсолнечным маслом, наливаем порцию теста, распределяем его по всей плоскости и выпекаем блинчики по несколько минут с обеих сторон. Готовые блины складываем стопочкой друг на друга и накрываем крышкой, чтобы они стали более мягкими и эластичными. Затем разрезаем блинчики пополам. На каждую часть кладем примерно пол столовой ложки творожной начинки. Загибаем края и сворачиваем трубочкой. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем туда наши налистники слоями. При этом щедро поливаем их растопленным маслом. Закрываем форму фольгой и отправляем в нагретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Вот и все! Очень нежный и вкусный блинчики с творогом готовы! Из указанного количества продуктов получаются 40 небольших налистников. Приятного аппетита! Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...